панорамирование наш lightroom позволяет сшивать панорамы используя серию кадров которые вы сделали на этапе съемки с перехлёстом обычно в одну треть это панорамы и однорядные и многорядные lightroom хорошо их понимает многорядные панорамы как это все выглядит вот у меня есть серия кадров это зимний байкал кадры сделаны с одинаковыми параметрами по фокусному расстоянию секундочку покажу по iso и по диафрагме все что меняется это наша выдержка то есть задача чтобы каждый кадр был правильно проэкспонирован то есть вот самый мой темный кадр от 1 13 1 30 1 40 1 80 это самые светлые участки кадра обязательно вот здесь должны быть не выбитыми далее 1 сотая ну и постепенно опять уходим на одну восьмидесятую там в данном случае тут еще одна двухсотой ты из-за вот этого светлого фрагмента в левой части но в целом у нас есть серия фотографий и это потенциальная панорама которым будем сейчас сшивать я выделяю эти фотографии с клавишей shift вот мой первый снимок просто посмотрю да все правильно выделяете фотографии нажимаю control м и у меня выходит окошко создания панорамы у меня есть три вида шивки панорамы это вариант накатки до либо сфера либо цилиндр либо уходящие в перспективу изображения вот я буду использовать вариант накатки на сферу то есть у меня стоял штатив камера на дальний слайдер я отработал серию кадров широкоугольником так чтобы охватить сцену с большим углом где-то по углам у меня не вписались объекты поэтому я сейчас буду растягивать границы вот так для того чтобы у меня вся панорама вместилась пространство и скажем на что и сейчас панорама сшивается в один объект вот она у меня появляется очень важный момент панорама сшивается в raw файле то есть еще раз говорю что lightroom на сегодня это единственный софт на рынке который позволяет вам сшивать панораму в рави результирующим dng это адобовский raw формат и вот что у нас получается наша панорама сейчас вот так выглядит стопроцентные участки до отсечек нет почти там в светах самое главное а дальше это парам уже будем обрабатывать вот наш первый кадр если как-то вы фотографию хотите вашу панорамную отсматривать уже в предобработанном виде у вас есть вариант сразу на начальном этапе первый самый кадр ваш предобработать что я сделаю сейчас я немножко подправлю наш первый начальный кадр если пришивки панорамы 5 control м lightroom увидит что первый кадр обрабатывался он будет использовать обработку с первого кадра и применять ее на результирующую панораму вот что получается но просто для наглядности то есть если скажу сейчас ночь просто покажу панорама сошьется и на эту панораму будет применяться обработочные шаги вот из нашего первого кадра но это то же самое чтобы если бы делали потом но просто бывает что удобно отсматривать уже предобработанную панораму для анализа давайте я вот этот наш второй вариант панорама удалю нажму дэлит ну оставлю один вариант вот он у меня как раз вариант днг наша панорама если говорить про нововведение lightroom а вот мы уже сказали про градиенты по с масками по цвету и по светлоте то нужно еще про такую вещь упомянуть я не сторонник автоматических кнопок да но адоп позиционирует кнопку авто начиная с последней версии lightroom и как умную интеллектуальную то есть адоп уверяет что эта кнопка работает намного точнее при том случае если вы использовали ваши обработки в каталоге долгое время то есть если у вас наработан какой-то материал то lightroom анализирует ваши предпочтения и сообразная вашему стилю обработки выставляет движки базовой секции давайте поглядим вот я сейчас нажимаю авто не люблю кнопку авто да ну смотрим в принципе на удивление lightroom адекватно обошелся с движками основной секции он действительно понял что я предпочитаю схему прямую в светах white plus highlights минус я высветляю тени понижаю blacks в целом нареканий мало да то есть чтобы я здесь сделал я бы может быть еще чуть-чуть понизил бы средний тон глобально вернул бы черный в ноль вот так посмотрим отсечки да и чуть-чуть бы еще понизил white то есть ну вот так можно оставить небольшие блики присутствуют хорошо а дальше мы эту фотографию будем с вами обрабатывать ну давайте я уменьшу vibrance и все-таки подниму saturation вот так в нуле оставлю было стало хорошо обошелся адекватно с кадром ну давайте мы ее обработаем благо мы это уже знаем что я буду делать сейчас я пройду по пещере градиентами и высветлю среднетонной тени причем что можно сделать сразу учитывая что самая светлая часть кадра это центральное гнездо вот тут с зубами этими ледяными я могу используя круговой градиент высветлить средний тонна на 0.3 пункта ну только используя включайся опять глючит что ж такое день сегодня такой с утра как-то вот lightroom подглючивает но вот смотрите я включаю галочку инвертирования не хочет работать вот собака перезайдем это время глотнуть кофе видимо нужно дал перерыв бывает ну пока lightroom думает я просто поясню еще раз моя задача высветлить по среднему тону все что находится вокруг этой нашей пещеры сейчас возвращаюсь обратно да и отдельно по сосулькам я еще высветлю светлые участки в кадре так хорошо ну lightroom покажи мне а даже не сохранил от гата так так хорошо да высветляю но за пределами да вот здесь то есть я буду сейчас с клавиши shift увеличиваю давайте посмотрим да то есть моя задача сейчас высветлить средний тон но вокруг было стало так хорошо shift м идем дальше буду использовать градиенты высветляю на 0 4 пункта в левой части средний тон и в правой части в правой части сразу приподниму shadows не очень сильно так уж не буду делать это перебор вот так и немножко подниму highlights подниму clarity а в правой части clarity пониже то есть еще одним градиентом пусть быть будет темно вот так дальше в левой части еще одним градиентом я подниму highlights и clarity в нижней части то же самое смотрим на отсечки тут нормально чуть высветлю shadows по переднему плану ну давайте здесь тоже немножко высветлим теневые участки ну примерно так если нужно работать только самыми светлыми зонами что можно сделать взять градиент так в этом градиенте будем использовать поднятие highlights но только по самым светлым участкам то есть например сейчас буду накладывать но давайте только на левый фланг что же сегодня инструментарий у меня тупит это я так поднимаю highlights иду в luminance и с клавишей alt ограничиваю воздействие только на те зоны которые меня будут интересовать вот на самые светлые давайте вот так 07 то есть только на самые светлые зоны и вот он наш highlights только по этим зонам будет применяться если я посмотрю на визуализатор видно что применяется инструментарий только на область сосулек это очень важно потому что если я уберу выключил luminance пойдет применение по всему кадру а так я только высветляю самые светлые области поэтому здесь я смело могу чуть понизить средний тон и поднять shadows без градиента с ним хорошо было стало вот что у нас получается результирующий raw файл и панорамная шивка из 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 файлов с перекрестом в одну треть многорядный панорамы также сшивается я уже сказал тут нет возможности задачи точек для сшивки но достаточно умный движок анализатора сшивателя и в принципе если кадры выстроены верно на этапе съемки система их проглатывает и сшивает достаточно корректно